Здравствуйте! В эфире Школа Здоровья. С вами Татьяна Ковалева. Древняя истина гласит, силен не тот, кто справится с недугом, а тот, кто мудро относится к своему здоровью. Вирус иммунодефицита человека – это инфекция, которая не щадит никого, невзирая ни на пол, ни на возраст, ни на статус. Обычно точное время заражения неизвестно. Если человек в 28 лет впервые прошел обследование на ВИЧ и получил положительный результат, вполне возможно, что он уже многие годы распространяет вирус. Как уберечь себя и своих близких от этого тяжелого и, увы, пока неизлечимого заболевания? О некоторых мерах профилактики напомнит наш сюжет. СПИД СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – вирусная болезнь, характеризующаяся поражением иммунной системы организма и полиморфной клинической картины, связанная с развитием вторичных инфекционных и опухолевых процессов. Болезнь впервые была обнаружена весной 1981 года в Калифорнии. Число больных с клинически развившимся СПИДом удваивается каждые 8-13 месяцев. Это прежде всего проститутки, наркоманы и минерические больные. Возбудителем болезни является вирус, который содержит в качестве носителя генетической информации рибонуклеиновую кислоту. Когда такой вирус попадает в клетку человеческого организма, то с помощью фермента проникает в ядро клетки, встраивается в хромосомную ДНК, что ведет к образованию новых вирусных частиц. Источником возбудителя инфекции является человек, больной или вирусоноситель. Вирус передается через кровь, сперму и влагалищный секрет. Основные пути заражения – половой, при переливании крови ее препаратов, при пересадке органов и тканей и трансплацентарной. Не думала, что такое может случиться. Когда советовали предохраняться, смеялась и шутила. У меня ВИЧ. Я думала, что все, конец. Но я живу и буду жить ради моего ребенка. Он родился здоровым. Когда я узнал, что у меня ВИЧ позитивные результаты, решил – жизнь потеряна. И все же у нас родился ребенок. Вот и трудно поверить, но наш малыш здоров. Мне кажется, мы ему нужны. В 98% случаев при правильном и своевременном лечении ВИЧ-позитивные женщины могут родить здорового ребенка. Теоретически предполагается возможность заражения СПИДом бытовым путем через опасные бритвы, зубные щетки, иглы для аккупунктуры, пищевые продукты. Однако это, как и возможность распространения СПИДа кровососущими насекомыми, пока не подтверждено практикой. Вместе с тем, получено многочисленное доказательство бессимптомного вирусоносительства мужчинами и женщинами, что способствует распространению инфекции при половых контактах. Инкубационный период СПИДа продолжается от 3 месяцев до 15-18 лет. Причем при половом заражении он обычно короче, чем при переливании крови. Наблюдение свидетельствует, что у 50% инфицированных людей через 2-4 недели наблюдаются следующие симптомы – лихорадка, ангина, увеличение лимфоузлов, печени и селезенки. К концу первого месяца после заражения в крови обнаруживается антитела к СПИДу. И далее этот период сменяется скрытым периодом, продолжающимся в течение многих лет. Диагностика СПИДа сложна. И важную роль при установке диагноза играют сведения об образе жизни больного и клиническая картина самой болезни. Специфические методы лечения СПИДа не разработаны, и поэтому важную роль играют меры защиты от СПИДа. СПИД не передается по воздуху или через предметы обихода, поэтому нет необходимости изолировать больных. Важно ограничить их сексуальную активность и исключить донорство. Немаловажное значение в профилактике СПИДа имеет использование одноразовых шприцев и систем переливания крови. Среди мер личной профилактики ведущее место отводится регулированию половой жизни. Супружеская верность и полный отказ от случайных связей – самый надежный способ от заражения. Если верить статистике, что 50% женщин заражены мужьями, то обезопасить себя в принципе невозможно. Ну, потому что вы не можете заставить мужа пользоваться презервативом, если вы жена, если вы хотите иметь ребенка, например. Любой сомневающийся человек может провериться на ВИЧ-носительство в кабинетах добровольного обследования на СПИД. Высокоэффективным методом профилактики заражения СПИДа является массовая информация о путях заражения. Правда о СПИДе – важнейшее оружие в борьбе с ним. Время от времени у каждого из нас возникает ощущение усталости, разбитости, когда по утрам трудно просыпаться, пессимистичный взгляд на жизнь и единственное желание – бросить все. Говорят, нужно взять отпуск и отдохнуть. Но всегда ли есть такая возможность? Что же делать? Оказывается, есть простой способ взять себя в руки и продолжить жить и работать радостно. Здоровье человека зависит и от личностных факторов, и от факторов внешней среды. И, в общем-то, здоровье – это результат гармонии как на внутреннем плане, так и на плане межличностных отношений. Поэтому, конечно, хорошо было бы всем уехать на Канарские острова и сказать, что я зависим от обстоятельств, я хочу жить на Канарских островах и там быть здоровым. А внутреннее состояние? За внутреннее состояние ответственный сам человек. Поэтому здоровье – это следствие гармонии внутриличностной, межличностной и, конечно же, гармонии со средой, в которой ты живешь. Искусству быть здоровым нужно учиться. Конечно, неплохо жить в горах, прислушиваясь к голосу природы, разговаривая со звездами, интуитивно ища путь к здоровью. Но современная жизнь с ее скоростью не позволяет нам так интуитивно познавать эту науку. Поэтому нужно идти к специалистам и учиться искусству быть спокойным, учиться искусству быть радостным и учиться искусству быть физически крепким. Маргарита, что Вы посоветуете нашим телезрителям? Ну, прежде всего, телезрителям я советую побольше читать. Есть очень хорошая серия ЗОЖ, серия «Здоровый образ жизни». Вот в этой книге, как и в многих подобных книгах, даются азы, дается азбука здоровья, нотная грамота здоровья, как правильно питаться, как правильно потреблять воду, как правильно стимулировать свой мозг через зрение, слух, обоняние, осязание, как правильно двигаться, как предупредить бессонницу. Вот эти азы можно постичь через чтение. А если человек не справляется, даже имея багаж какой-то литературных знаний, не справляется с какими-то симптомами, значит, ему нужна коррекция. Коррекция. Здесь нужно решить, кому ему пойти, к какому специалисту. Я считаю, что начинать лечение многих заболеваний нужно с психотерапии. Потому что даже говоря о каких-то соматических заболеваниях, таких как остеохондроз, гипертоническая болезнь, язвенная болезнь желудка, гастриты, колиты, холециститы, в основе всех этих заболеваний когда-то изначально ролью такой запускающей ноты выступила вегетососудистая дистония, просмотренная человеком. И начинать лечение нужно с лечения вегетососудистой дистонии, вот этих всех соматических расстройств. А потом уже поможет и питание, и лечебные мероприятия, в виде таблеток, мекстур, капель, помогут. А вегетососудистая дистония, она присутствует почти у 98% людей, населяющих земной шар. Просто многие не обращаются за помощью и считают, что это судьба их такая, жить с бессонницей, жить с плохим настроением, жить без мира с собой, без мира с внешним миром. А я убеждена, и моя практика большая, 25-летняя практика, подтверждает эту истину. Можно вылечить вегетососудистую дистонию. Она не так страшна, не так страшен черт, как его молюют. Вегетососудистая дистония говорит о том, что человек пытается решать свои жизненные ситуации, находясь в состоянии банкротства по нервной и физической силе. Он пытается решать какие-то ситуации, не имея на эти ситуации валюты в виде здоровья, в виде сил. И еще пара Цельс, живший в эпоху Возрождения, в XVI веке, он говорил, что если мы напрягаем ум и тело одинаково, если между напряжением психики и физики существует знак равенства, мы здоровы. Мы можем работать и в каменоломне, и писать нобелевские всякие труды, и мы будем здоровы. Но если у нас происходит перевес между психической и физической деятельностью в сторону дисбаланса, или физика начинает у нас истощаться, или психика истощаться, и нет знака равенства между этими чашами, двумя, тогда наступает нервное истощение. Нервное истощение лежит в основе огромного количества заболеваний. И сравнить его чисто ассоциативно можно с шариком, который мы проткнули иголкой, и он начинает сдуваться. Человек, живущий в состоянии нервного истощения, подобен этому шарику. Он с каждым днем теряет силы. Он теряет силы для радости, он теряет силы для того, чтобы целенаправленно двигаться по своему жизненному пути. И он теряет чисто физические силы для того, чтобы просто ходить, переваливать пищу, нормально спать. И я считаю, что это гроза 21 века, вегето-сосудистая дистония. В основе многих заболеваний лежит стрессовое состояние, в котором каждый из нас пребывает ежедневно. Как бороться с этим состоянием и находить выходы из сложившейся ситуации? Оно протекает не вне дороги жизни, оно протекает на дороге жизни. И человек с каждым днем сталкивается с новыми и с новыми проблемами, не решив вчерашние, позавчерашние и так далее. Поэтому ему нужно как в бою оздоравливаться, находясь на поле боя. Он же не может уединиться в монастыре для оздоровления или уйти в лес, куда-то поехать к океану. Поэтому первое, это нужно осознать, что есть мышечный корень нервного истощения. Мышечный корень, так называемая мышечная платформа. И это доказал еще американец доктор Джекобсон, живший в начале нашего, в начале прошлого века. И в 1929 году он миру подарил свою систему нервно-мышечной релаксации. Она так и названа его именем, именем Джекобсона. И считается, что при нервном истощении, при нервно-мышечном таком вот истощении, необходимо освоить гимнастику нервно-мышечного расслабления под Джекобсоном. Суть этой методики борьбы с нервным истощением состоит в том, что переживая стрессы, мы с вами наполняем наше кровеносное русло таким гормоном стрессовым, как адреналин. Стрессы переживаем мы неправильно, коль доживаем до вегетососудистой листонии. И это химическое вещество, адреналин, указывающее, что у нас дисбаланс как раз-таки произошел, физической и психической активности, начинает свою черную работу в организме, сужает сосуды, напрягает мышцы и вызывает страх. Без страха не протекает вегетососудистой листонии, потому что этот гормон, адреналин, он именно как специя, которая припудривает нашу жизнь тревожностью, состоянием панического расстройства или же явного страха. И этот адреналин, он может покинуть наше тело, наше кровеносное русло, если ему навстречу придет другой гормон, более сильный, который его сможет вытеснить. Этот гормон из серии эндорфинов, гормоны, которые появляются в нашем организме при мышечной нагрузке. Поэтому я сейчас покажу упражнение, которое знают все специалисты службы МЧС, специалисты службы ФСБ, специалисты, которые работают под водой, в экстремальных условиях, в космосе. Это та гимнастика, которая позволяет, находясь на одном стуле, преодолеть невероятные стрессовые нагрузки, не выходя, как говорится, из своего статического состояния. Суть этой гимнастики состоит в том, что, создавая напряжение, предельное в разных группах мышц, мы именно стимулируем синтез эндорфинов, который нейтрализует адреналин. И в результате страх сменяется радостью, тревога сменяется спокойствием, состояние паники сменяется осознанием реальности и пониманием того, куда идти, зачем идти, что говорить, кому говорить, что делать, чтобы победить. Итак, все наши мышцы можно напрягать в этой системе в зависимости от того, на каком уровне находится зона поражения. Например, если шоковый орган — это желудок, и всегда на нервной почве болит эпигастральная область, то необходимо задействовать в этом упражнении мышцы живота. Если, например, на нервной почве происходят какие-то нарушения дыхания, например, одышка какая-то, то необходимо задействовать мышцы грудной клетки. Если на нервной почве страдает зрение, слух, пересыхает во рту, появляется какое-то головокружение, необходимо напряжением задействовать зону верхнего плечевого пояса и шейного отдела позвоночника и так далее. Но я покажу самое простое упражнение, в котором задействованы кисти рук. Итак, мышцы рук. До счета 10 необходимо прогрессивно напрягать кулачки. Я показываю, как это делается, а вы, уважаемые телезрители, можете вместе со мной повторять это упражнение. Раз, сжимаю кулачки. Два, добавляем сжатие. Три, добавляем. Четыре, пытайтесь расплющить пальчики. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Далее. До счета 10 нужно удержать. Это напряжение статическое. А потом резко сбросить. И вот когда вы резко сбрасываете напряжение, тут нужно закрыть глаза и прислушаться к ощущениям в своем теле. В частности, в тех мышцах, которые работали. И, скорее всего, с большой долей вероятности, вы ощутите в пальцах рук покалывание, вибрацию, мурашки, или тепло, или холод. Это говорит о том, что происходит эта борьба, и эндорфины вытесняют адреналин. И именно в этой зоне, и частично уже в сфере чувств и в сфере сознания происходит смена страха на спокойствие, смена тревоги на состояние адекватной оценки окружающего мира и так далее. А если говорить о том, как это упражнение выполняется в форме развернутой, я его называю «Черепашка-ниндзя». Это упражнение. Детям оно очень нравится. Для этого нужно занять позу «Черепашки-ниндзя». Ну, представьте себе, вспомните мультики, да? Вот «Черепашка-ниндзя» стоит, и он постепенно начинает снизу вверх гнать волну напряжения. Он напрягает ступни, он напрягает колени, бедра, втягивает ягодицы, втягивает живот, он сводит лопатки, сжимает кулачки. А далее самая интересная зона, которую я не буду демонстрировать на камеру, потому что буду выглядеть смешно, ибо здесь должны все принимать участие или никто. Здесь нужно еще растянуть уголки рта, обнажить зубы, такой аскал будет первобытно-общинный, и зажмурить глаза. И вот в этой позе «Черепашка-ниндзя» во всей красе имеет право существовать. И до счета 10, устояв в такой позе, потом до счета 10 удержав сотечественное напряжение и резко сбросив это напряжение, вот тогда уже мы получаем с вами коктейль из радости, спокойствия и умения решать ситуацию жизненной с меньшими потерями. Приобретение домашних любимцев – дело хлопотное и приятное одновременно. Эти создания настолько милы и трогательны, что мы мгновенно привязываемся и позволяем все, что угодно. Они спят с нами в одной постели, питаются за одной тарелки. Вряд ли кто-то в такие моменты задумывается о болезнях, которые передаются от животных человеку. Домашние животные содержатся во многих семьях. Они приносят пользу, создают атмосферу уюта и тепла. И в то же время известно, что они могут быть носителями ряда инфекционных заболеваний человека. Эти заболевания называются зоантропонозы. В Российской Федерации действуют официальные ветеринарные правила и нормы, в том числе прививочные меры, что минимизирует возможное заражение инфекциями, например, бешенством. Однако проблемы диагностики ряда заболеваний домашних животных находятся на границе медицины и ветеринарии. И в связи с этим заслуживают особого внимания. Клинические проявления инфекции общих для человека и животных ведут от поражения кожи до генерализованных системных заболеваний. Заражение этими инфекциями наиболее вероятно у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и лиц пожилого возраста. Особую группу риска составляют больные с ВИЧ-инфекцией. Некоторые зоанозы, например, токсоплазмоз, представляют опасность для эмбриона и плода, начиная с первого триместра беременности. Масштабы этой проблемы в нашей стране и за рубежом пока еще недостаточно осознанны, поскольку многие зоанозы, заразные для человека, не всегда диагностируются. О них часто не сообщаются в органы здравоохранения за исключением опасных инфекций, как бешенство, тулеремия или лептоспироз. Вторжение в пригородные районы усилило контакты между домашними животными и инфекционными возбудителями из дикой природы. Лечение зоантропонозных заболеваний зависит от вида возбудителя. При подозрении на тот или иной зоаноз обследованию подлежит не только больной человеку, но и животное, с которым он контактировал в последнее время. В таких случаях должна проводиться соответствующая диагностика. Правильный ветеринарный уход за домашними любимцами поможет снизить шансы зоанозов у их владельца. Медики обязаны знать о таком пути передачи инфекции и при необходимости информировать население относительно профилактических мер для снижения риска зоантропонозов. Наибольшее значение имеет мероприятие общего характера. Мытье рук после общения с животными, своевременная уборка, разделение зон существования и питания. Нам еще есть, о чем вам рассказать. А пока мудрее относитесь к своему здоровью. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова